Что происходит с российским рублем и на какие события инвестора нужно обратить внимание на новой неделе, которая начнется с 13 апреля. Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Инвестфьючер. Ну что ж, милые бронятся, только тешатся. После нефтяного скандала в марте страны ОПЕК+, все-таки пришли к соглашению по сокращению добычи нефти. И мы понимаем, что совокупное сокращение добычи в странах ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия и Россия, и странами-партнерами, которые входят в большую двадцатку, в том числе США и Канады, совокупное сокращение достигнет до 15 миллионов баррелей. Десятка ложится на плечи ОПЕК+, и 5 миллионов баррелей это страны вне ОПЕК. Это рекордное сокращение, это абсолютно историческая сделка. Но, с другой стороны, нужно, конечно, держать в уме, что меры по сокращению добычи, которые берет на себя США, остаются достаточно незначительными. США по-прежнему напирает на то, что они и без этого естественным образом будут ужимать свою добычу из-за низких цен и сокращения спроса. При этом Саудовская Аравия будет сокращать добычу от апрельских уровней, которые она уже успела приподнять. Поэтому многие эксперты сегодня считают, что для России нынешняя сделка является не такой уж и выигрышной ситуацией, потому что мы понимаем, что российские нефтяные компании, которые ранее были драйвером российской экономики, наоборот, от этой сделки потеряют. И в итоге это выльется в потерю нескольких процентных пунктов от нашего экономического роста. Сможет ли новая сделка стран-производителей нефти развернуть цену наверх? Я думаю, что скорее нужно говорить о некой стабилизации. То есть действительно такие меры могут удержать нефть, по крайней мере, в районе отметки 30 долларов за баррель, может быть, чуть выше. Но будет ли это достаточным для того, чтобы позволить нефти вернуться хотя бы на отметку 50 долларов за баррель? В текущих условиях пока это не представляется возможным в краткосрочной перспективе, потому что избыток нефти все равно остается высоким. И нужно понимать, что мировая экономика будет восстанавливаться ступенчато, спрос будет восстанавливаться достаточно медленно. И только когда мы дойдем до какой-то определенной точки восстановления спроса, можно будет говорить о том, что избытка на рынке нефти пока он все равно сохраняется. И поэтому, наверное, излишнего оптимизма не стоит испытывать. Кроме того, понимаем, что отчасти отскок нефти от уровней чуть выше 20 долларов за баррель, который мы трогали совсем недавно, сейчас и был, по сути, закладыванием в цену позитива по опековские сделки. И очень возможно, что уже по факту мы увидим, наоборот, фиксацию прибыли. Почему я говорю по факту увидим? Потому что в пятницу зарубежные рынки были закрыты в связи со страстной пятницей. И в понедельник также Европа не работает, Америка будет открываться. И мы уже будем на следующей неделе смотреть, как вся эта ситуация в действительности будет отыграна мировыми рынками. Рубль, конечно, является бенефицаром от восстановления нефтяных центов. Сейчас бочка марки Brent находится в районе отметки 32. И пара доллар-рубль на минувшей неделе показала самое сильное недельное снижение за последние два года. Курс доллара опустился на отметку 74, евро вернулся на отметку 80 на нефтяном позитиве. Но я еще раз подчеркну, что вполне возможно, что ситуация не будет стабильной на валютном рынке, потому что мы прекрасно понимаем, что российская экономика сейчас сталкивается с огромными вызовами. И ситуация будет, очевидно, ухудшаться в ближайшие несколько недель. Карантинные меры будут вынуждены ужесточаться, потому что по-другому никак из этой ситуации не выйти. Может быть, если бы они были ужесточены раньше, они продлились бы более короткий срок. Но сейчас очевидно, что нас ждет несколько, как минимум, недель при остановке работы большинства предприятий, бизнеса. Это вынужденная мера. И понятно, что это, конечно, огромный удар по российской экономике. И у нас все только начинается. В отличие от Италии и Испании, которая уже постепенно близится к окончанию этого туннеля. США находится где-то посередине. Мы в него пока только заезжаем. Это нужно понимать. И на этом фоне, конечно, велика вероятность того, что российская валюта будет страдать от текущей ситуации. Так что будем осторожны. Особенно с учетом того, что пока меры поддержки, которые оказывает государство, являются не совсем достаточными для того, чтобы можно было экономику поддержать. Это все, я думаю, что может отражаться на курсе российского рубля. Я не говорю про 100-120 долларов за баррель, но в диапазон 75-80 по доллару мы вполне, на мой взгляд, можем вернуться в апреле-май. И к этому нужно быть морально готовыми. Поэтому моя стратегия такая, что я думаю, что сейчас не самые плохие уровни, чтобы, по крайней мере, начать средства, еще докупить немножко валюты. Потому что она нужна мне для покупки американских акций. При этом ближе к концу года перспективы рубля большинство экономистов видят достаточно оптимистичными. Говорят про восстановление вплоть до отметки 67-65 рублей за одну единицу американской валюты. При условии, что, конечно, ситуация с короной будет закрыта. Но, опять же, мы сегодня уже цитировали в предыдущем ролике фразу Минэкономразвития о том, что будущее российской экономики предсказать не получилось. У Минэкономразвития пока нельзя даже никаких конкретных прогнозов сделать. Для рубля что еще мне хотелось бы отметить? Это заявление Эльвира Набиулиной в пятницу о том, что на заседании ЦБ 24 апреля будет рассматриваться вопрос о снижении ключевой ставки для того, чтобы поддержать экономику. С одной стороны, в классическом формате это должно стать негативом для рубля. С другой стороны, эти новости могут спровоцировать всплеск интереса к российским облигациям федерального займа и, соответственно, тоже пойти на пользу российскому рублю. Хотя пока не факт, что вот этот второй сценарий, который часто срабатывает на российском рынке, мы часто это обсуждали, на этот раз окажется дееспособным. Потому что предыдущие аукционы, которые проводил Минфин по размещению ОФЗ, большим успехом не пользовались. При этом нужно понимать, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, конечно, политика, которую проводит американская федеральная резервная система, будет курс доллара ослаблять. Потому что федерезерв, по сути, сказал, что он готов на все, для того, чтобы поддержать экономику, печатать столько денег, сколько нужно. На этой неделе стало известно, что американский центральный банк будет покупать даже корпоративные облигации американских компаний достаточно низкого кредитного качества. И это, конечно, говорит о том, что такой объем напечатанных денег не может не повлиять на курс американской валюты. С другой стороны, тут, конечно, вопрос еще в том, что куда эти деньги из США польются и не испугаются ли инвестировать в российский рынок в ближайшие месяцы, полгода, год. Вот почему я говорю о планах покупать валюту для того, чтобы брать американские акции, потому что там, мне кажется, сейчас одни из самых выгодных уровней, даже несмотря на то, что отскок наверх от самых локальных минимумов мы с вами уже видели. При этом не исключаю каких-то вторых волн падений и так далее, но очевидно, конечно, что американский рынок будут выкупать. То есть тут даже дело не в том, что экономика сильнее или что-то еще, но просто там есть деньги, чтобы выкупать эти подешевевшие активы. С России пока вопросов, на мой взгляд, больше, по крайней мере, в среднесрочной перспективе и, может быть, будут более выгодные уровни для покупки. Мое персональное мнение никому не навязываю. Переходим на календарь инвестора. Конечно, сейчас смотреть на макроэкономическую статистику одно сплошное расстройство, но что поделать, никуда от нее не спрячешься. Понедельник, 13 апреля, это выходной по случаю празднования католической Пасхи в Европе. И в этот же день президент Франции Макрон планирует выступить с обращением к нации. Вторник, 14 апреля, будут выступления представителей Федрезерва. Регулятор Техаса, крупнейшего нефтедобывающего американского штата, планирует обсудить ограничения на добычу нефти. Компания «Северсталь» опубликует операционные результаты за первый квартал. То же самое сделает и компания «ММК». Далее ожидаются весенние встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда в режиме видеоконференции. Доклад Международного валютного фонда о финансовой стабильности и перспективах развития мировой экономики. Понятно, что там не будет ничего позитивного для наших ушей, потому что на этой неделе глава МВФ Кристалина Георгиева уже заявила, что мы увидим худшее падение экономики со времен Великой депрессии. Также в Америке, начиная сезон публикации отчетности банков, опубликуют свои отчеты за первый квартал. JP Morgan, Wells Fargo и, например, представители JP Morgan уже говорили, что результаты, конечно, будут совершенно отвратительными в первом и втором квартале. Ставка Банка Индонезии будет объявлена также во вторник. Прогноз снижения до уровня 4,25 на 50 базисных пунктов. Далее, среда, 15 апреля, в США выйдет блок данных по розничным продажам за март, падение на 8%, промпроизводству за март, падение более чем на 4% ожидания. И индекс производственной активности Empire State Manufacturing за апрель, прогноз с минус 32,5 пункта. Также будет опубликована бежевая книга Федрезерва. В России данные по промышленному производству за март, прогноз минус 0,4%. Далее, компания НЛМК может опубликовать свои операционные результаты. Пройдет виртуальная встреча министров экономики и глав Центробанка в Большой двадцатке в среду, 15 апреля. Между тем, Международное энергетическое агентство опубликует обзор по рынку нефти и прогнозы по спросу на нефть, что является, кстати, важным отчетом, который может влиять на нефтяной рынок. Премьер-министр России Михаил Мишустин представит ежегодный отчет о работе правительства в России. Кроме того, по Америке отчитаются Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup за первый квартал и Банк Канады также в среду объявят свое решение о поставке. Прогноз без изменений. Едем дальше. Четверг, 16 апреля, обзор по рынку нефти от ОПЕК. Прогнозы по спросу и добыче, опять же, важный отчет для рынка в нынешние времена. В США выйдет данные по числу новостроек за март. Прогноз падения более чем на 17% и пройдет видеоконференция министров торговли Евросоюза. И пятница, 17 апреля, конечно, здесь самое интересное, это статистика по экономике Китая. Будет опубликован в ВВП страны за первый квартал прогноз падения экономики на 6% в годовом выражении. Кто мог себе представить еще даже в конце 2019 года, несколько месяцев назад, что китайская экономика будет падать на 6% за квартал после роста на 6% в квартале предыдущем. Вот так может просто на 180 градусов развернуться ситуация. Какой хрупкий и непредсказуемый, однако, наш мир. Далее. В Китае выйдет данные по промпроизводству за март. Прогноз падения на 7%. И, собственно, по Китаю на этом все. Дальше по Америке. Индекс опережающих экономических индикаторов за март. Падение на 7%. Опять же, Совет Федерации рассмотрит проект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях текущей ситуации. В еврозоне выходят уточненные данные по инфляции за март. Прогноз падения на 0,7%. И Moody's рейтинговое агентство может опубликовать рейтинг Великобритании. Друзья, на этом у меня все. Готовьтесь к новой неделе. Я думаю, что она будет достаточно напряженной. Как в эмоциональном плане, как для России, так и для всего мира. Так и в плане динамики финансовых рынков. Очень интересно посмотреть, как будет реагировать финансовая система на соглашение по сделке нефти. Какие у вас ожидания, пишите в комментариях. Давайте будем обсуждать. Напоминаю, что у нас на канале вышла недавно распаковка по компании «Магнит», где я детально разбираю, как устроен бизнес компании, какое ее финансовое положение и почему акции «Магнита» так и болтаются где-то на дне, не показав рост вместе со всем рынком, когда доминировали еще быки. Кроме того, у нас выходило инвест-шоу на прошлой неделе. Если еще не видели, обязательно, пожалуйста, посмотрите. Ну и также в книжной рубрике вы еще можете поучаствовать в конкурсе на нашем канале и выиграть одну из 20 книг для начинающих инвесторов. Ссылки на все видео, все три, о которых я сейчас сказала – это «Магнит», это, соответственно, инвест-шоу и эта книжная рубрика – вы найдете в первом закрепленном комментарии. Переходите, пожалуйста, и смотрите. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Инвестфьючер», подписывайтесь на нас в ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я там в сторис закидываю тоже какие-то оперативные новости и делюсь своим мнением периодически. Ну и лайк, подписка, колокольчик, если нравятся наши работы. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта «Инвестфьючер».